Дорогие участники нашего новогоднего бала, наши юные дебютанты, как всегда, невероятно красиво мы открываем новогодний бал. Уже традиционный в истории современной Беларуси видим, как преображается в этот зимний предновогодний вечер Дворец Независимости. Благодарю всех участников, организаторов мероприятия вы создали удивительную атмосферу праздника. Праздника высокого искусства и культурных традиций, связывающих эпохи и поколения. Очень символично, что мы завершаем 2022 год исторической памяти на такой яркой и, надеюсь, позитивной ноте. Да, в нашей истории было много переломных событий, и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало. Посвящаем его созидательной красоте, которая в трудные времена давала надежду на будущее. Мы видим ее в архитектурных, литературных творениях, живописных и музыкальных шедеврах, в той же бальной традиции. За годы нашей независимости, а другими словами, за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства, память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом. Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необокчайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно, вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам, а кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении. Дорогие друзья, сегодня Дворец независимости принадлежит вам. Не раз говорил и повторю, что он открыт для всех, кто стремится честно и добросовестно служить своему Отечеству и своему народу. Здесь создается история современной Беларуси. Принимаются стратегически важные решения. В обсуждении их участвуют люди, которые не боятся брать на себя ответственность за судьбу страны. И наш сегодняшний праздник – это тоже страничка истории, но истории нашей Родины. В этом зале присутствуют курсанты, будущие офицеры, которые уже могут и сами рассказать про долг Отечеству, о патриотизме. Это у них в крови, раз выбрали столь благородную профессию Родину защищать. И время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Как бы пафосно порой это не звучало. Независимо от того, носим мы погоды или нет, работаем в госучреждении или пишем картины. В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассудительными, изучайте разные взгляды на жизнь, разное мнение, но делайте сами свои выводы. Двигайтесь к намеченным целям стремительно, но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильное решение в вашей судьбе, в судьбе Беларуси. Вы сегодня, я только что сказал, мы пишем историю нашей Беларуси и это мероприятие страничка в жизни нашей Родины. Но это и страница в вашей жизни. Скажу просто. Пройдет совсем немного времени, кто-то может в этом, кто в следующем году, кто через 3-5 лет, проходя мимо этого величественного здания, и ведя с собой рядышком за руку малышку или малыша, оглянется на это здание и скажет, а я здесь была. Счастливый, красивый, устремленный в будущее. И придя домой, покажет фотографию с этого величественного праздника. У вас больше 300 человек, прибывших сегодня во дворец независимости, и каждый уйдет с этого дворца независимости самым радостным подарком, фотографией с этого мероприятия. Вот таким образом пишется история личной жизни каждого. И я хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие было яркой страницей в истории вашей жизни. Поэтому будьте всегда здоровы и счастливы. Пусть будут ваши родные, близкие, также здоровы. И глаза, пусть у них светятся радостью, глядя на вас. С праздником! С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Всего хорошего вам в вашей жизни! Благодарю вас! АПЛОДИСМЕНТЫ